Мы держим сырный сгусток, то есть мы малокожили до определенной температуры, занесли горбанские ферменты, это все проработало. И это значит, пришло время отделять сырный сгусток от сыворотки. Делают это с помощью лир, специальных ножей с вертикальными и горизонтальными струнами, чтобы разделять массу на равные части. До следующего этапа есть время, поэтому пока нам показывают комнату дозревания. Это наш холодильник. Тут можно увидеть, как сыры, которые у нас в реле стоят, с мая и так далее. То есть у нас сыры полутвердые. Твердые мы не делаем. Вот у нас экспериментальные три голубени по 7 месяцев. Мы еще дома их варили. Сыроваренное мастерство – дело семейное. Гарри Кочарян ушел с госслужбы, чтобы продолжить дело рода. И ни разу не пожалел, даже несмотря на потери. Производство запустили в феврале. С тех пор продукта в утиль ушло на несколько сотен тысяч рублей. Оттачивание рецептуры и технологии – залог успеха, считает Гарик. Сейчас, например, готовят новый, но уже любимый ямальцами сорт – «Абдорский». Вот из таких голов – это не «Абдорский», это просто почеток. Вот таких размеров «Абдорского сыра» была полная стеллаж. Его горожане раскупили буквально, может, часа за четыре. Название выбирали сами покупатели. Дальше – больше. Возможно, линейка ямальской продукции с северным акцентом будет расширяться. А пока же можно насладиться качотой с брусникой. Мы на своих сырах, на авторских сырах, вот свою эмблему делаем. Это дедушка с усами, в руке у него сыр и посох. Сам дедушка – это фон с портрета нашего родного дедушки. Чтобы не переставать удивлять покупателей, сыроделы выверяют новые рецепты. Так что уже скоро можно ждать новых эксклюзивных деликатесов. Это вкусно. Мария Савельева, Мария Бакарова и Владимир Зелинский. Программа «Время» Ямала Салихард.